В Ивановскую область продолжают пребывать беженцы из Украины. Без постановки на миграционный учет граждане Украины могут находиться в России 90 суток. За это время они должны определиться, хотят ли остаться в нашей стране на временное либо постоянное проживание. На временное проживание подали 300 граждан Украины. В прошлом году за аналогичный период подало 150. То есть рост идет у нас в 100 количеств пребывающих. За убежищем у нас в настоящий момент подали 42 человек обратились, 15 человек обратились за статусом беженцы. Совсем недавно правительство России добавило Ивановской области 500 резервных квот для выдачи разрешений на временное проживание граждан Украины. В Иванове и Комсомольске подготовлены центры для временного размещения. Количество украинцев, находящихся там, все время меняется. Многие уезжают из региона, не найдя здесь работу по специальности или перебираются к родственникам из соседних областей. Те же, кто остаются, могут оформить документы в сжатые сроки по месту пребывания. Если, к примеру, раньше из Киниш, мы из Витчуке, это достаточно далеко, да, приезжали к нам сюда в управление целыми семьями, но это достаточно затратно. Прием осуществляем в территориальных подразделениях теперь. Вот с пятницы, это с 27 июня. То есть, чтобы все знали, не надо ехать, не надо волноваться. Граждане Украины у нас в этой категории принимаются без очереди.